Возвращение защитника, борьба за талант и завершение трансферной кампании. Последние новости московского Спартака. Всем привет, вы на канале Басни Футбол. Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Спартак оставит всех вратарей. Как сообщает издание Метарейтингс, московский Спартак оставит всех трех вратарей в обойме. Никто не отправится в аренду в летнее трансферное окно. Это решение принял лично главный тренер Гильермо Абаскаль. Зачем ему три средних галкипера, пока не понятно. Хотя, учитывая травматичность Селихова, некий смысл просматривается в этом решении. А вы что думаете об этом? Пишите в комментарии. Спартак не купит нападающего. Как сообщает КБ Телега, московский Спартак завершил трансферную кампанию. Нападающая в конкуренцию к Соболеву не будет в это трансферное окно. Журналист утверждает, что после ухода Бальде и Николсона клуб действительно искал усиление. Но подходящих кандидатур не нашлось. В клубе решили не подписывать очередного игрока, который не усилит команду и будет сидеть на лавке. Кандидатура Грека из Алкмара Вангелиса Павлидиса действительно могла усилить команду и обсуждалась. Но руководство решило отказаться из-за бюрократических моментов, связанных с оплатой. Как считаете, Соболев и Милешин справятся до зимнего трансферного окна? Жиго не вернется в Спартак, он хочет завершить карьеру во Франции. Недавно сообщали, что французский защитник Жиго может вернуться в Спартак. Футболист дал комментарий по этому поводу. Было бы очень здорово, если бы я смог завершить карьеру здесь, в Марселе. Конечно, если клуб все еще заинтересован во мне. Знаете, да изначально в то, что вернется Жиго, не верилось. Да и зачем он? Даже если посмотреть на возвращение Промеса и его лучший сезон в прошлом году, то в случае с Жиго это уже пройденный вариант. А вы как считаете, Жиго бы сейчас усилил Спартак? Спартак хочет заполучить 16-летнего таланта. По информации издания Спортэкспресс, московский Спартак претендует на молодого нападающего Чертанова Александра Помалюка. Российские топ-клубы высоко оценивают потенциал нападающего. 16-летний футболист в этом сезоне ЮФЛ в 6 матчах забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. На игрока большой спрос на данный момент, и Спартак уже закидывает удочку, чтобы первым вытянуть к себе. Понятно, что здесь и сейчас он не усилит команду, но на перспективу будет идеально, если, конечно, КБ смогут договориться первыми по переходу футболиста. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.